время 12 часов мы на вершине и сейчас короче пойдем в поход мы короче вот пойдем вот так вот так вот так туда потом наверх по хребту короче черные черные пирамиды вон там и дальше на курорте короче очень поход километров на 10 где-то 11 не знаю как как получится главное успеть до закрытия то где-то до 8 часов он после 8 канатки не спускаются мы с насть немножко обломались мы короче не смогли попасть на тропу которая которая как альпийский луга короче она там закрыта поэтому сейчас попробуем через вот этот цирк вот тут короче пройти попробуем пройти там должна быть тропа каруч которая три курорта называет не за может быть она открыта в общем сейчас проверим походим пойдем пауза точно идем по сыпушки вибра мы хорошо идти нам надо так прошли с насти он там тот цирк где черная пирамида сейчас мы спускаемся вон там он перешли короче ограждение то есть границу корота вышли сейчас вот нам надо вон туда будет спускаться вниз вот потом вон туда подниматься наверх короче там будет тропа вот этого три курорта которая мы типа из нее как бы прошли километра четыре то есть нам еще где-то километров шесть или семь где-то так а потому что мы успеем в общем тут прям красота смотрите как классно туда вот положил полите какие тут в общем камушки вибра мы прям очень удобно идти только я это сказал качество так что-то не то с камерой было не знаю то ли она остановилась то ли еще что то в общем мы тут потихоньку идем да вот смотрите нам туда короче подниматься там фоточки делает вот такая вот сыпуха камушки мне как будто бы камера сейчас выключилась не знаю может быть ей жарко тут такое солнце жестко это смотрится вот смотрите в перчатках мы в общем длинном вибра мы прям огонь очень удобно и комфортно и надо короче упираться упираться надо палками то падать буду ну чё турбо хайкинг и бежим к озеру за это штукой насти видимо не хочет бежать я чуть-чуть пробежаться кстати нога и смеетно бежать не вообще но вот и градиенте побаливает конечно цирк просто видео где-то вон там снимал рассмотреть вот эта канатка сломана но на ней еще висят вещи но смысле эти гондолы а вот тут смотрите вообще нет ни одной ничего тут прямо это даже кабели по моему нет очень она прям сломана сломана видимо раньше была сейчас вот больше нету вот интересно прям такие траншеи вырытая так понимаю что это видимо тут этот река наверно течет ну вот весной наверно видите тут всякие трубы тут видимо прям река течет я так понимаю тут видимо надо вброд переходить весной тут прям весело там гора классная вот очень мы сейчас туда будем подниматься на где-то еще километров 6-7 до скоро выйдем уже на тропу на нашу именно но на маршрут который я строил потому что конечно тут не получилось очень жалко пойдем дальше насть как тебе маршрут да хорошо и черные пирамиды по ощущениям прошли быстрее чем прошлый раз кстати можно еще побегать пустите вот места которые плоские прям хорошо по ним мягенько смотрите мы снасти куда поднялись там он прошли по этой тропе вот сюда тут вот тенек вот такой вот за скалой огромный и нам надо идти вон туда дальше и там через перевал идти в общем как бы это взяться в общем через перевал дальше идти до розы еще километр 3 на 4 пойдем дальше вон там черные пирамиды видите вот для масштаба что вы понимали там за ней как канатка а мы смотрите мы короче вот тут спустились получается сюда вниз вот в этот цирк вот сюда потом вот тут вот по этой тропе тут канатка сломана короче вот тут мы по этой тропе поднялись вот сюда с настей вот смотрите вот тут такие горы вот вот та самая часть той канатки сломанной поднялись вот такой вот обуви в вибрамах вот и смотрите дальше наши вещи палки рюкзак вот и нам сейчас вот сюда вот по этой тропе вот сюда идти вниз сюда а он там вдали видите вот он хребет аимга по моему там какие-то поселения по моему смотрите вдали там как будто бы пасутся кто-то просил а он там вдали домики смотрите видите домики нас видишь вон там домики мне кажется там какие-то поселения прям как будто бы живет там кто-то может какие-то фермеры потому что домики прям такие основательные вон там как раз пасутся видимо тут как раз да он там по хребту как раз он там типа мы могли он там пойти мы не протекли что-то можно было просто перепелись через ограждение чем вот тут тоже люди ходят чтоб вы понимали они прямо вот тут вот так вот вводит вон там смотрите наверху он там самая верхняя . по-моему этого хребта и что такое вот а мы короче сейчас пойдем он туда вон там визуально по моему у нас короче газпром по моему газпром вот это вот это газпром мы туда зимой поднимаясь я снимал видосик мы пытались зимой короче дайте а он там дальше роза по моему вот это вот то что дальние дальние да а вот это ближайший газпром по моему вот эта тропа по моему да там она очень мелкая мы очень далеко находимся поиска что между газпромом и розы вот такой короткий она кажется что короткий чем чем дальше объекта тем они кажутся ближе да в общем вот а он там абхазия короче по ту сторону то все вот это вот ли сайт уже абхазия но он там все обходе вот эти все горы до вот это все город абхазии даже вот эти вот зеленые то уже абхазии вот тут границы я не удивлюсь если вот эти поселения тоже абхазия да ты есть открылась карту ты увидишь там короче вот тут граница проходит до нас после посыпухи бочком спускается парите как до снимаю на вот тут вот дальше мы сейчас вот сюда пойдем то смотрите вот такой небольшой пипецкий лужочек спускаемся вам на айфон не уронить эти перчатки немножко скользкие и вот тут вот тут нормально вот сейчас туда пойдем пока немножко пройдусь а вот прям огонь тебе тут понравится прям да пальцами держишь такие слезы и обуви да с одной рукой не очень легко с одной рукой не очень легко тут да да я вот здесь шел да тропа огонь очень классная какая-то тишина только сверчки поют что там у тебя все хорошо жду рука конечно от камеры вот устает прям жесть фух реально устает рука дальше вниз все тут легко поверь вообще легко очень знаешь тропа очень похожа на то что мы ходили вот в алтая очень очень похоже прям алтайская тропа такие же камушки такие же все ладно убирая камеру что уже руку сводит реально то есть вот она очень тяжелая там по марика наверно было да и с нами тут река течет вот эта растительность очень красивая да такая узорная тут с корнями прям хорошо так получается цветы такие красивые смотрите вон там начало быть видно долину внизу это 960 или ровно не знаю в общем мы уже вот тут спускаемся потихонечку идем а вот те самые которые мы видели они уже ближе там люди смотрите идут по этой тропе в сторону 960 наши спутники с нами идут тоже а вот это кстати получается вот это по м 960 очень похоже а вот это что роза что ли они чё рядом да нормально все переживая они не падают раз вот поэтому хребта он туда все в порядке давай спускайся я видео снимаю ну давай давай иди иди я тебя снимаю вперед вперед давай может можно слева можно прямо там без ранницы там люди кого-то бы вниз пустили случайно теперь вверх карабкается интересно перепутали видимо в общем мы идем а вы не по той что ли пошли тропинки да вниз мне кажется это какая-то тропинка она тоже там поднимается но там по-моему сложнее мы думали что она продолжится вот там что она оборвалась понятно это мы как по стабильной тропе как то да давайте удачи вам да по сути мы все время идем еще и вниз возможно реально да тут прям легко по хребту получается плавно почти кого плоскач да блин рука конечно от этой камеры прямо стоит жестко то есть может конечно палку не так сильно можно конечно вот так держать но очень тяжело как бы держать ее то есть эта бандура она 300 грамм по-моему весит еще на такой палке типа на полтора метра очень тяжело подогнала Я стою любовал. Да? Хорошо. Тут очень хорошо. Прям вот такие настоящие походные горы. Кстати, в теории могу, наверное, даже в рюкзак ее закрепить. Ой, а что у тебя карман? Нормальный что карман? Кто карман? Открыт. Какой карман? Рюкзака. Может закрыть это? А я там ничего не вырвел. Там сбоку лежит почтативчик. Пласт-пластмана выглубнили. То есть, ничего такого невизуального не должно. Там аккумулятор у меня еще лежал. Я бы за тобой все время и говорила. Я бы заметила, что ты делала. Надо, конечно, провести ревизию, проверить. Сейчас где-нибудь мы тут встанем, проверим. А я пока походку. Давай. Могу еще вот так сделать. Метко. Сухой травой пахнет. Видимо, прям прожаривает. А, Олег. Да? Да, я сейчас тут остановлюсь. Тут по хребту есть еще одна, кстати, тропа, Настя. Вот тут. Вот тут прям тропа есть. Офигеть. Офигеть. Смотрите. Вот тут Настя стоит. Мы пришли. Короче, вон оттуда. Вон та самая сломанная канатка. Видишь, Настя? Вон там вдали сломанная канатка. Куда я смотрю? Аааа. Вот мы оттуда пришли. Где? Наверху, между гор, видишь? Там вот такие палки торчат. Ааа. Вот мы оттуда пришли. То есть мы вот так вот шли, вот так тропами. Вот так вот, по хребту, по всему. Вот так вот, смотрите. Тут вот эта вышка, сотовая связь, по-моему, ничего чего-то. Тут, смотрите, в общем, вот это, по-моему, приют ветров, это у нас с Газпром. Вот. Где? Да, сейчас посмотрю. В общем, там вот, дальше вон там роза. Какая же у нас? Коровы. Коровки, коровки, смотрите, вон там мочат. Вон там с очень близком начале уже. Мочат коровки, очень слышно их вот. Угу. Да. Вот. Коровки, возможно, даже из Абхазии, потому что тут Абхазия. Да. В общем, смотрите, какие горы. И мы тут в этих горах гуляем. Вот. Нам осталось, ну, пару километров, наверное, мне кажется. Чуть-чуть осталось. Вот. Всё, в вибрамах. Ну, слушайте, если смотреть вот тут, вот. Вот, короче, Газпром. Вот тут вообще лайтовая. То есть тут можно было, мне кажется, зимой пройти. То есть она вот реально ровная. Да, зимой вполне проходима. Только вот надо было вот тут спуститься, вот сюда зайти. Получается, вот сюда вот тут зайти, и вот тут можно было нормально идти вперёд. вот. Слушайте. Вот Настя доходит. Вот Настя идёт уже. Настя. Сейчас нам уже совсем чуть-чуть, и мы уже дойдём. Смотрите, вот мы оттуда уже вот пришли сюда. Тут прям такие, как Альпийские луга. Вот тут, видите, сюда. Такая прям лужаечка. Туда вроде как тропа дальше вон уходит по вот этому хребту. Сейчас по нему и пойдём. А вон там, смотрите, тут видно всю долину. Каким зым-то. Вот роза. Вот умный в гору не пойдёт. Умный в гору обойдёт. Нет, это не про нас. Вот мы вот по хребту поднимаемся, вместо вон той лёгкой, короче, тропинки мы идём прям вот по самому хребту вот тут. Ну тут прям видно, что лошадки и люди и ходят, то есть тут следы везде есть. Тут хорошо. Следов бассейнов много. Да, чуть-чуть осталось. Вон она, роза. Смотрите, какой пилотон идёт. Класс. А идут как будто в шоссейных туши. Да, в шоссейных туши. Ну тоже лошади стоят вроде. Там вроде тоже тропа. О, там, там роза. Мы идём по хребту с Настей. Вон там, смотрите, вон там лошадки, смотрите, офигеть. Тут везде лошадки и, короче, следы. Мы идём по хребту, хотя тут везде знаки, что тут идти нельзя. Да, поставим мои палки. Вот. Сейчас. В общем, потихонечку идём. Вон он уже. Вон он уже. Вон уже роза. Вон там. Надо потихоньку. Уже надо дойти. Мы узнали то, что роза, короче, на самом деле она работает. Вроде как до 7 вечера, до 7.30 по-моему даже. Поэтому у нас ещё прям много времени. Можно ещё зайти, короче, поесть супа. Там очень вкусный борщ в ресторане на вершине. Главное, вот не помню, где-то то ли на розе, то ли на 960. Короче, к борщу подают алкоголь ещё. В общем, главное от алкоголя отказаться, что мы не пьём. Это на 960. А, это на 960, короче, тут такого нету. Ну и хорошо. Тут зато, по-моему, пампушки вкусные с этими. Тут с салом, да? Салом. Вот пампушки прям огонь. Тут же заходит солнце потихоньку. Могу в тень, кстати, камеру убрать. Вот в тени. Конечно, тяжёлая прям вообще. Рукой её держать. А вот и следы, про которые я говорил. Главное на них не наступить в вибрамах. Вот. Такая тут хорошая тропка. В общем, всем рекомендую сюда сходить. В общем, маршрут называется «Три тропа, три курорта» или что-то такое. В общем, она прям через все три курорта проходит. Надо было, конечно, микрофон сюда брать. DJI, но мне пришлось бы каждый раз переподключать. Это, конечно, и жесть. С этой камерой. В общем, камеру не рекомендую. Не, вот для таких снимков, для таких вот прикольных видов, типа себя поснимать на селфи, наверное, окей. Но вот её даже наскать очень неудобно каждый раз. Надо этот штатив снимать. Палку убирать куда-то в чехол. Какая-то норка. Кто-то там живёт. Короче, смотрите, мы и дошли. Вот тут дети. Смотровая. Вот, дошли. Где-то у нас часов там четыре где-то с лишним вышло. Вот. Вот. Смотрите. В общем, мы сейчас, наверное, перекусим. Вот тут покушаем. И будем спускаться уже вниз. Скоро уже закат. Скоро закрытие канаток будет, Настя. Как тебе наш поход? А шикарный просто. Пошёл очень. Да. Вот. Удивительно, что. Да. Типа смогли пройти так. Ну, вроде немного, но по хребтам. Мне казалось, это прям сложно будет. Ну, там местами было сложно. Там где-то скучки были. Да. Тропки. В общем, мы с Настей, в общем, мы с Настей уже спускаемся вниз. Ха-ха-ха-ха. Да. Вот какая. Проклама. Кстати, можно прикольный кадр сделать. Ну-ка, подержи. Здесь, Саня, не выпьешь только. Не выпьешь? Ну, тут много. Да. Да. Короче, мы с Настей спускаемся с розы. Поднимались на Красной Поляне, а спускаемся с розы. Спасибо. Вот. Прошли много-много. Так, ещё снимай, да? Да. Ну, надо сделать вообще. Вот так. У нас поезд. Да. Не задеть там какое-нибудь дерево, да? Да. Да. Придёт задеть. Да. Придёт задеть. Да. Придёт задеть. Придёт. Из курорта Красная Поляна до верхушки. И по хребтам вот так вот. Ага. Большой себя. Там где-то 7 километров, 4 километров. Да. Да. Там подъём где-то 600, где-то 700 метров примерно. Там причём народ идёт вообще в обычной обуви, с детьми. И мы просто идём, там вот такие спутки, такие камни. По-моему, я видел людей в этих, в таких сандалях на... Не, на каблуке. На каблуке. Кого ты видел? Ну, то есть ничего обычного для хайтера. Да. Ну, там как бы люди такие неподготовленные всё равно идут. Ну, тебе интересно. В беговой обуви высокое тоже были люди. Ну, и пенсионеров с этим могу. Да, у них тут паски. И такие у нас слегка. А там есть фишка. Ты, когда, короче, между этими... между этими коротами идёшь, ты узнаёшь у тех, кто идёт к тебе, короче, напротив, откуда они идут. Если они идут оттуда, куда тебе надо, а ты идёшь оттуда, куда им надо, вы просто меняетесь, короче, билетиками. Удобно. 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 спустились народе его такие посмотрели какая-то фигня тут очередь большая длинная взяли разораясь но палки сейчас тут это билан или как-то там тропа ети она называется самый лайтовый зеленый очень сейчас по ней спустимся тут всего лишь на 200 метров спуститься на дождь не километр как типа это с 2 200 чему сейчас где-то на 1400 или 1300 чем-то нам надо на 1100 короче спуститься ерунда сейчас пустимся нас идет по еще маленькой тропе бежит бежит смотрите даже бежит немножко как тебе тропа уже смотрите тут вечер заходит солнце мы сейчас пойдем в серф а потом не знаю успеем на подъемнике или нет вот что-то даже не посмотрела вас они закрываются до 9 но очень хорошо сейчас закат очень попробую спуститься мы там обменялись людьми короче билетиками пойдем вот тут вот тут можно вот мы обменялись короче с людьми билетиками по-моему тут можно пройти вон туда вот тут сейчас глянем тут еще по мне были туда не не проходили обменялись билетиками по идее мы отдали билетик который на красном поляна а тут мы на розу очень даже спуститься по этим билетикам короче шалость удалось мы прошли по билетам с которыми мы обменялись смотрите в кабинках нет освещения то есть ты едешь полной полной тьме ну то есть погода и штуки вот светится тут а вот там смотрите луна не знаю будет ее видно настя он там у надо но как-то это не особо короче видно короче короче вот этот желтый круг это луна очень темно у нас тут фонарик есть спускаемся талон город весь светится все там подписывайтесь на канал и ставьте лайки короче не знаю куда это выложу еще посмотрим вот как эти блогеры это все снимают